канал физика от побединского мифы и правда о кротовых нурах ну сок мифы и правда давайте посмотрим это шедевры и узнаем где здесь правда где мифы и заодно и расскажем что здесь мифы предположим ты хочешь попасть отсюда вот сюда но это слишком далеко то готовая на пространство так что ты можешь срезать учились другое изменение 17 секунд 17 блин секунд из трехчасового фильма это все объяснение принципа кротовой норы там по сути больше ничего нет что за ночь под куришь кстати больше объяснений то их и нет нет математики вот этого всего нет исходной аксиоматики это просто просто бредятина сказочка про курочку рябу который вот они про листочек вот такой рассказали науки за этим вообще нет это абсолютно такой блеф сейчас мы доберемся постепенно поэтапно покажем где что и как продолжим все уберите это сейчас будет нормальное объяснение кротовые норы или червоточины это штуки которые могут перенести нас в любую точку вселенной за считанные секунды да это чудо какое-то про это надо вообще с первого класса рассказывать они просто листик показали типа все понятно вот правда неужели после этой аналогии у вас вообще не остается никаких вопросов как именно искривляется пространство причем не двухмерное а наше трехмерное как проткнуть его как шить получившиеся дырки может это произойти сам вот товарищ побединский уже бредит вернее не сам генерирует бред он просто повторяет бред он двухмерное называет пространством искривляется пространство двухмерное то есть это вот один большой детский лепет о том что плоские объекты являются пространством в рамках научного метода в рамках законов логики первого закона логики плоские объекты не являются пространством их а кто-то их подменяет тот фальсифицирует предметы счета обманывает жульничает то есть вот уже бескрамотность началась все что дальше вот затем когда вы плоская назвали пространством все дальше за этим не является наука является бредом и все выводы там червоточивые бред выводы и так далее любые выводы являются слабоумным бредом посмотрим на их беснования садомиты беснуются и само или нужно создавать искусственно какого-то размера не убьет ли нас кривизна пространству внутри если риск там заблудиться и потеряться и чем дальше тем вопросов то все больше и больше но нет мы просто про такая пространство и погнали из-за этого кстати возникает очень много заблуждений что там внутри есть сингулярности порталов параллельные миры в прошлое к динозаврам связь с другими измерениями фантазий очень много однако далеко не все из этого доказано даже в теории в этом выпуске мы обстоят перечислил список и вообще так такой сказать сказочный бредятин не все из этого доказано это вот курочки соберутся они докажут докажут там это все действительно когда дуру собираются в одну кучу не могут что угодно для себя доказать они просто не понимают что из этого является доказательством что не является докажут обстоятельно разберемся что правда а что миф мы обсудим может не червоточина ввести в другую вселенную как из кротовой норы сделать машину времени и причем тут черные и белые дыры может ли червоточина ввести в другую вселенную то есть это вот уже на уровне бреда товарищи транслируют что не важно червоточина насколько она но другая вселенная есть вот из него сочится этот тезис то есть в рамках нашего трехмерного пространства никаких вселенных других нет у нас есть одна вселенная от края до края вправо влево вверх вниз везде это одна вселенная если вы не путаете плоские объекты и объемные да то пространство у вас одно и вселенная у вас одна а если вы путаете бедняжки плоские объемные то вы вы путаете уже и объемные и многообразные тогда вообще не можете сосредоточиться и тогда у вас множество вселенных когда вы можете вот этот вот в один башмак написала в другой накакала стою любую всего что же я боюсь а вы можете вот так вот барахтаться в этих нечистотах и белые дыры зачем нужны дополнительные 6 измерений и каковы наши шансы обнаружить готовую нору или даже создать самим вот представьте кому-то нужны дополнительные 6 измерений зачем нужны дополнительные 6 измерений вот посчитать реальный объект вот пространство да сколько там измерений геометрических измерений прямых линий через прямой угол да вы можете посчитать а у вас их 33 прямых линии трехмерное пространство вы реальный объект посчитали сколько он мерен больше вам ничего не надо если вам гу голову стряхнули лампочку там а булла то вы можете дальше 6 измерений нужны вам продолжим и так теперь мы готовы ко всему и для начала давайте быстренько пробежимся по истории кто эти черно точно придумал зачем 1915 год энштейн завершает общую теорию относительности которая описывает гравитацию как искривление пространство времени массы или энергии выглядит это примерно вот так но для простоты мы будем пользоваться двухмерной аналогией это хоть и не так точно зато намного нагляднее 1916 год карл шварцшильд обнаруживает что уравнение энштейна могут описывать настолько глубокий провал в пространстве времени что вокруг него появляется горизонт событий одно чудо не могло сосчитать мирности пространства товарищ энштейн с гармонизирует безграмотную теорию второе чудо ковырял свою теорию и простигло таинство настолько глубоких искривлений что абзац и на вот эти вот бреди слабоумных транслируют сейчас со всех ящиков граница с чудовищной гравитацией через которую ничто не может вырваться наружу даже свет теперь мы это называем черными дырами все что пересекает горизонт событий не в силах вернуться обратно и неизбежно падает на сингулярность место с бесконечной кривизной пространство времени в том же 1916 году людвиг флан развивает идею шварцшильда раз есть черные дыры в которых объекты заканчивает свой жизненный путь то если считать пространство время безграничным без каких-либо краев должны быть и белые дыры в которых объекты начинают свое существование они выглядят по пространство время без каких-либо краев безграничным у вас ума не хватило обычную вселенную считать без каких-либо краев бесконечные не ограничены а тут вот обычную вселенную вы погнули а дальше вам потребовалась безграничность абзац похоже у них есть и сингулярность и горизонт только тут наоборот ничто не может попасть внутрь белой дыры все из нее только вылетает в общем это какой-то вот самое интересное причина следственных связей вообще нет они не вышептаны никто их нахрюкать не может ни на языке людей сказать вот да у вас что-то погнулось какие основания полагать что в результате того то происходит вот это вот это вообще никаких просто игра в математику усасывание из пальца сексуальным образом абзац позорище антипылесос полная противоположность черной двери единственное что если в дальнейшем стало ясно что черные дыры могут существовать в реальности например это конечно стадии эволюции звезд то вот с белыми все намного сложнее мы не видели во вселенной процессов которые могли его приводить к возникновению настолько экстравагантного объекта их даже на алиэкспрессе нет так что белые дыры пока только сухая теория но в начале 20 века вообще все вышесказанное было просто расчетами на бумажке так что еще посмотрим с этого момента начинается самое интересное оказывается безграничная вселенная требует чтобы у объектов из белой дыры была возможность попасть в черную дыру прикиньте вот вселенная требует вселенной требует вот представьте просто смысл слов можно произносить эти слова не вселенная требует а какому-то идиоту в этой вселенной потребовалось для своих маразматических замыслов чтобы они густились и произрастали потребовалось придумать какую-то хрень никак не связано с реальным миром со вселенной если со вселенной не связано искривление пространства его нет на нужном языке не вышептано то нет многомерности нет черных дыр нет белых дыр нет вот этого всего о чем мы тебя слушаем бедняга уже пять минут двадцать секунд этого всего нет это не вселенная потребовала вселенная вообще про ваш бред знать не хочет она развивается не по этим законам а вот муравьишки такие ползали ползали полуумные но придумывали поэтому не ври что вселенной требуется нет никаких логичных связок логических связок для того чтобы оправдать ваш лютый бред двумя разными путями изображая вот такую диаграмму вложения довольно сложно объяснить почему так должно быть тут необходимо использовать координаты крусского секериша но они настолько сложные для понимания вот просто сейчас прослушать еще раз перед этим бога не забыл представьте пробку из ванную выдернуть да и вода такая ушла вот если им сказать ребятушки давайте пожалуйста вы не на плоскостях не на двумерных мирах нам объясняете а на трехмерном наглядно нам объяснить и у них сразу вся вода уходит это или таки в прострации в трехмерном виде в объем ностях они не могут так удахтать они четырехмерность следующие не могут высказать им надо для бреда именно гнуть плоскость в пространстве а когда к этим объектам переходишь они все они сдуваются как шарики а сейчас вот это ну надо еще послушать так секериша координаты блин вот есть достаточная система координат не фальсифицировать да и легко пользоваться никто мне не запутается вот три ортогонально заданных оси и не надо никаких других координат если вы жульничать не собирались если вы крутите на перстки в которых никто ничего не видит там что под крышечками показывайте фокус вот тогда вам надо весь этот бред ну-ка давайте была возможность попасть в черную дыру двумя разными путями изображая вот такую диаграмму вложения довольно сложно объяснить почему так должно быть тут необходимо использовать координаты крусского секериша мы не можем объяснить первый бред нам нужно усложнить максимально другим полубредом координаты крусского секериша утю путью путью чё-то вы не можете в трехмерии это все нашептает и в объеме не можете нашептает но они настолько сложные для понимания так вообще нам учатся что столько сложно поливает естественно усложнение задачи доводит дебила до эстаза можно сказать настолько сложно что не хочу чтобы вы тоже страдали так что давайте просто примем что должно быть два путя причем самое интересное один из них проходит через нашу вселенную а другой через какую-то другую до опять вот это вот наша вселенная какая-то другая верьте чего они там насчитали я точно не говорит не смог понять вам это вообще не надо но верьте существует два пути один через нашу вселенную другой через это то есть это побосенка слабоумная тупорылая побосенка который вот этот вот аморальный типчик побединский транслирует ваши головы он превращает вас в быдло в скот он дает вам недостоверную информацию и вы ее впитываете чё там миллион людей посмотрел эту предъятен ел и пала 77000 поставили лайк этому бреду густота да серьезно существование белых дыр предполагает наличие еще одной вселенной она соединена с нашей через вот такой перри шеек это и есть кротовая нора так еще называют мост Эйнштейна-Розена на плоскости устье червоточина это круг а в трехмерном пространстве это будет объемный шар кстати справедливости ради в интерстеллари это объяснить и может показаться что круто давайте собирать чемоданы путешествовать в другие миры но тут нас ждет наш давний приятель обламидзе дело в том что как и граница сейчас такая кротовая нора непроходимы все из-за того что мост Эйнштейна-Розена это не статичный объект он очень быстро появляется очень быстро исчезает и даже когда вы просто понимаете вот это вот все просто бред конченый бред не связаны между собой которые не транслируют они вот умудраются это вот целыми толпами транслировать не связанный бред это вот где стоит ваш дом в костроме где в какой точке не знаю в костроме где первый кирпичик вашего дома где фундамент в костроме покажите пальцем не знаю если у вас нет теоретической базы про искривление вы не на языке людей не можете сказать что у пространство гнется искривляется не на языке животных нахрюкать не можете вас нет первого кирпича фундамента вашего бреда первого кирпича нет но мы дом построили развили и рассказываем про дырку в трубе который уходит в другие миры там другая кострома множество костромы люди не способны сосредоточиться появляется перешеек нам не хватит времени чтобы его проскочить но лучше сами посмотрите в динамике и такие подробности нам не хватит времени чтобы проскочить появляется перешеек мост эйнштейна дебила какого-то в пространственных координатах непространственных координатах другого дебила это стыдоба один не смог сосредоточиться второй не смог сосредоточиться но вы где-то набрали в толпу фанатиков которые бегают и это пересказывают побединский сходи посмотри что гнется у пространства откройте букваре найди место у пространства гнется вот эта вот штука и начни свою передачу с трансляции нам что у него своего пространства или уже пока яся грешник бы садами ты хреновый так издеваться над народом станет понятно что тут вообще никак прям без вариантов сначала есть две белых дыры в двух вселенных в них ничего не может попасть по определению и на этом этапе проход закрыт со временем их сингулярности сближаются соединяются аннигилируют и исчезают все возникает мост и казалось бы побежали пока открыто но горизонты событий тут никуда не деваются и не позволяют их пересечь до через какое-то время они сливаются и пропадают но на их месте мгновенно возникают горизонты событий черных дыр которые образуют некую ловушку оказавшись такие подробности тут ассоциация с препаратами на каких-то препаратах где подробности получает пилюс не теоретики то есть сидят обдолбятся там где-нибудь в чайхане в какой-нибудь китайской шучу не в чайхане не сочиняют выдали на гора прибежали балбесы и начали это все за ними повторять мост энштейна розина ловушка между горизонтами под ними вы не сможете выкарабкаться ни туда ни обратно вместо этого вы неизбежно упадете на сингулярность одной из двух черных дыр которые образуются через какое-то время в разных вселенных единственный вариант пройти такую кротовую нору это двигаться быстрее света догнать и пересечь убегающий горизонт но мы все с вами состоим из бродионов частиц медленнее света так что увы такое не получится и мост энштейна розина для нас не проходим ну и ладно и вообще-то не очень-то и хотелось тем более что вот этот другой мир это не тот параллельный мир из многомировой интерпретации квантовой механики где есть ваш двойник с другой судьбой это вообще другая история хотя тут интересно кое-что другое папа на всякий случай раз этот бред тоже услышали нет никаких других мира где есть ваш двойник это технически невозможно математически невозможно тоже сказочка бредяточка попав под горизонт событий черной дыры пока вы еще летите до сингулярности можно увидеть свет из другой вселенной который пересек другой горизонт и тоже оказался с вами в ловушке возможность просто уникальный потому что никто из нашей вселенной такого увидеть не сможет даже на фотографии так что если случайно попали в такой замес не теряйте времени глазите по сторонам и наслаждайтесь зрелищем но вернемся к истории из-за своей непроходимости мост Эйнштейна Розена был не особо интересен ученым даже с учетом того что вселенных может быть не две а бесконечное число и даже когда оказалось что так могут соединяться две точки одной вселенной а не разных главное чтобы она была искреблена должным образом такое уравнение Эйнштейна тоже разрешают однако все изменилось в 1980 благодаря вот этому и вот этому человеку карл саган писавший научно-фантастический роман контакт про связь с неземными цивилизациями обратился к Кипу Торну за помощью ему необходимо было придумать максимально научно обоснованный способ как путешествовать в космосе быстрее света да это тот самый Кип Торн автор идеи фильма Интерстеллар нобелевский лария 2017 года за обнаружение гравитационных волн он интересовался червоточными пока это еще не было гравитационные волны это фальсификация и так далее то есть обратились к мошеннику если гравитация это первичное взаимодействие то о волнах надо говорить на первичном гравитационном уровне это волны другой частоты в принципе это не удары вот этого вот всего во первых то что они фиксировали это в рамках погрешности никаких научных данных нет когда у вас какие-то результаты получаются в рамках погрешности неразличимы но вы их выдаете за за конкретный результат за научный продукт это фальсификация это жульничество когда у вас в рамках погрешности данные вы не можете их выдавать за результат эти люди выдали то есть они по определению мошенники более того они выдали не тот объект в рамках погрешности то есть двойная фальсификация то стыд и позор то есть у вас один мошенник помог другому фантасту накорябать что-то про это еще не было ничего нет ну по сути он его и создал в общем в общем торн нашел такие решения уравнение общей теории относительности которые создают проходимую червоточку изображают я абсолютно так же как и мостенштейн и розана но на самом деле есть важные отличия уравнение теории относительности нашел такие уравнения теории относительности вот грубо говоря когда у вас есть исходная общая метика да и вы можете каждый пункт объяснить этот значение оттуда то она имеет такую-то такую-то физическую природу я уставляю вот такое-то уравнение такой-то смысл этого когда у вас это есть у вас есть какая-то логическая связь цепочка да вы можете там из одного есть другой это будет логично когда у вас нет исходной аксиоматики когда она не научно то то что вы корябаете это но вот дурочка увидела сахара написала 8 поделила на 2 получилось 148 между первым вторым и третьим вообще нет никакой связи и и нет внутри это никак не связано с сахаром или с искривлениями пространства вы можете просто в рамках этой вот этих подходов бредить как вы хотите так вот все формулы теории относительности это бред не имеют никакого исходного посыла нет статуса нет исходной аксиоматики просто корябушки и один из ваших приверженцев что-то накорябал который не имеет научного смысла вообще если нет исходной аксиоматики есть фальсификация предмета счета когда вы вот один два три четыре вы считаете одно яблоко второе яблоко третье яблоко 4 апельсин 8 пассатижи это вы фальсифицируете предметы счета вот когда вы считали мерности пространства одна мерность вторая третья и добавили будильник к мерностям пространства это вы сфальсифицировали то есть вы добра и добавили время пространственным мерностям вы фальсификатор то есть вас не то что нет грамотной исходной аксиоматики у вас есть грамотная исходная фальсификация вы же грамотный жулик вы не являетесь жулик не является ученым вот толпа жуликов тоже не является учеными толпа жуликов захвативших власть в отдельной академии наук тоже не является учеными это жулики захватившие Академию наук, захвативших три Академии наук, то же самое жулики, захватившие три Академии наук в результате антинаучного переворота. Вот вы толпа жуликов, а Победенский рекламирует эту вашу толпу жуликов. То есть он тоже самое, либо жертва на доверии, доверчивый такой вот полезный идиот, скажем так, который занимается рекламой вот этого всего бреда. Девять минут двадцать две секунды. Как это же, как это тяжело смотреть, а. А представьте, люди, когда смотрят, у них такие мозги распрямляются, распрямляются. И это просто смотрят и запоминают. А, раз мне это рассказывает человек, который миллион просмотров, значит, он, наверное, правду. Раз они там дают друг другу какие-то премии, они, наверное, умные. Значит, есть белая дыра, есть черная дыра, есть этот мост, которого не было и был невозможен, но потом какая-то умная голова вот эта лысая посчитала, и он стал возможен. А-а-а, это наука, она чудесна. Нет, это просто дурочки ковыряются в своем слабоуме. Только вот как дети вместо денег в песочнице используют фантики от конфет, которые не являются деньгами, да? Так вот дурочки корябывают рисуночки, которые не являются научным продуктом, потому что они не пользовались законами логики. Вот они вот так вот играют в эти фантики, бредят на своем уровне, да? И вы по ошибке приняли их за ученых, которые не создают никакого научного продукта. Вот результат их деятельности это полный бред. Кроме бреда ничего. Ни одного искривлятора пространства, ни одного полезного устройства за все время развития вот этой безмозглой теории не было создано. Вот искривлятора пространства нет. Сознаться коэффициент искривления от массы они не могут, они элементарно график не могут построить. Вот мы приблизились к массе, вот здесь коэффициент такое-то искривление. Возле Земли это столько-то, возле Солнца столько-то. Они не могут сознаться. Элементарно. Но они могут корябать формулу, чтобы белоту черных дыр транслировать. Мосты Эйнштейна Хрюкинга они это могут корябать, они просто потому, что это вне рамок логики. Они могут бормотать от этого. Больной в психбольнице что-то бормочет, это не является научным продуктом. Небольной что-то бормочет. Человек, который забыл, что считал, что-то там бормочет, это тоже не является научным продуктом. Научный продукт это то, что вытекает одно из-за другого, логически обоснованно. Закон достаточного основания. Вы не можете бредить, рассказывать сказки, если под этим нет научного основания, если нет фундамента. Разрушители цивилизации на всех каналах с помощью всех побединских. Первое. Проходимая червоточина никак не связана с черными и белыми дырами. Второе. В такой червоточине нет горизонтов событий, благодаря чему она проходима в обе стороны. Третье. В объекте, которого нет, нет другого объекта, который нет. Ну да, как бы логично. Но самого объекта нет, я забыл бы это сказать. Короче, 9 минут 34 секунды из 20-ти сантиметрового ролика. 20-ти минутного ролика. Я не хочу это смотреть больше. Какая бредятина, проходимая, червоточина. Все. Правым данным не разумом посылаю все это стадо лжеученых окаянных господина Побединского. Нарекаю распространителям лженаучной информации, вредителям цивилизации, человеком, разрушающим нашу цивилизацию. Человек, причиняющий бред интеллектуальной деятельности в России. Человек, приносящий вред посредством вреда. Это Побединский. Все. Кыш, кыш, кыш. С вами был Виктор Катючек, телеканал Научный Трибунал. Надо с этим что-то делать, ребята. Разносите информацию, помогайте нам шевелиться, подключайтесь как-то, что-то делайте. Это надо заканчивать. Это люди издеваются, что они делают со студентами в вузах. Они заставляют это все на полном серьезе. Смотреть, читать, учить. За государственные деньги издеваются. Если вы собрались отдавать ребенка на физику или астрофизику, отдумайтесь. Детей нельзя туда отдавать. Там полностью захватило быдло все наши заведения. Всем привет. Виктор Катючек, Научный Трибунал. Трибунал.